Это итоги, это новости дневные. Меня зовут Лаура Жакупова. Здравствуйте. И прямо сейчас некоторые сообщения этого выпуска. Помощь птицеводам. В Минсельхозе вдвое увеличили субсидии на производство яиц. В песчаной ловушке дома и хозпостройки засыпает песком в селах Мангастау. И обмен краснокнижными в Карагандинском зоопарке представили новоселов. Теперь обо всем по порядку. Горящий двое суток камыш в районе столичного озера Большой Талдыколь потушили сегодня в 5.55 утра. Общая площадь пожара составила 6,5 гектаров. Человеческих жертв и пострадавших нет. В ликвидации огня участвовали почти 100 огнеборцев и 14 единиц спецтехники. Для локализации пламени привлекли вертолет. С воздуха была сброшена свыше 80 тонн воды. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Эту информацию нам только что подтвердили в департаменте ПЧС столицы. Локализован также пожар и в Бескарагайском районе, Абайской области. Он вспыхнул накануне вечером. Ориентировочная площадь охваченной стихией составила 280 гектаров. Половина из них – это лесная зона, а остальные – земли сельского округа. Угрозы населенным пунктам нет. Всего ликвидации пожара задействовали силы областного ДЧС, 33 единицы техники и 60 сотрудников лесхоза. Предварительная причина пожара – прямой удар молнии или его вторичное воздействие. Я отмечу, возгорание началось на территории Долонского филиала Грачевского лесничества. Грозовые разряды, возможно, вызвали пожары и в Карагандинском регионе. Там ликвидировали и локализовали также сразу несколько природных возгораний. Стихия бушевала в Бухаржирауском районе, а также в Осокаровском. Здесь площадь горения сухой травы превысила 1000 гектаров. С огнем боролись спасатели Карагандинской и Павлодарской областей. А вот в Каркаролинском районе природный пожар пока лишь локализован. Тление крустарников и травы еще продолжается. Сегодня к тушению пожара приступил многоцелевой вертолет Ми-8. Он передислоцировался в Каркаролинский район из другого региона. Выгорело 250 гектаров земли. Со вчерашнего дня в тушении пожаров участвуют сотрудники ЧС и местные жители. Всего задействовано 212 человек и 59 единиц техники. Сейчас можно сказать, что основной пожар потушен, но есть еще два очага. Мы занимаемся их ликвидацией. В Мангастау люди самостоятельно пытаются спасти свои дома от песчаных бурь. Три населенных пункта находятся в песчаной ловушке. Это главная беда сел Суэскан, Жарма и Сазды. Жители пытаются решать экологическую проблему своими силами. Для вывоза песка, который периодически засыпает здания и хозпостройки, приходится каждый год нанимать спецтехнику. Ну а пока местное население ищет деньги, чтобы спасти свои дома и хозяйства, профильное ведомство уже много лет не может реализовать проект по остановке песка. Подъезжая к селу Сазды, в глаза сразу бросаются засыпанные песком строения. Огромные дюны буквально погребают все, что находится на их пути, говорят жители. Они опасаются не только за свое имущество, но и за свою жизнь. К примеру, сарай Балиян-Абуовой натиск песка не выдержал и рухнул. Пришлось нанять спецтехнику, чтобы вывести обломки, а потом возвести новое каменное строение. Все это очень дорого. Один рейс, чтобы вывести песок, стоит 500-600 тысяч тенге. Такая же проблема и у жителей сел Саускан и Жарма. Там проживают около 250 человек. В основном сельчане занимаются скотоводством. Недалеко от села есть месторождение подземных вод Саускан. Из нашего села воду по трубам перегоняют в Жанаузен. Вот уже 50 лет это длится. Я думаю, земля проседает, и песок идет массой на наши села. Пять лет назад, чтобы остановить песчаные оползни, в регионе разработали проект. На создание зеленого пояса и посев Саксаула выделили 422 миллиона тенге. Тогда из-за того, что средства не выделили вовремя, не смогли определить подрядчика. На 2022 год выделены деньги из областного бюджета. Предусмотрено 256 миллионов тенге. С начала года мы четыре раза объявляли конкурс. К сожалению, никто в тендере не участвовал. В ближайшее время в местном Акимате намерены разыграть очередной тендер. А пока жителям трех отдаленных сел придется запастись терпением и снова ждать. Тамара Степанова, Саламат Бигбаев, Мангостаусская область, Хабар. А вот жители Талдыкургана теперь сами будут решать, какие дороги реконструировать. В комиссии примут участие представители СМИ, общественных организаций, депутаты. До этого горожане через социальные сети выразили недовольство о том, что в областном центре ремонтируют еще хорошие дороги, в то время, когда другие находятся действительно в плачевном состоянии. Городоначальник не замедлил отреагировать и провел брифинг. Подробности знает Гульнар Жантасова. Ремонт улицы Балапанова привел в недоумение всех горожан. Совершенно новый асфальт вдруг решили снять и положить другой. Надо сначала смотреть, в каком состоянии улицы находятся, а потом уже приниматься за ремонт. А то у нас каждый год бордюры меняют, то еще хорошую брусчатку. Теперь вот эту дорогу ремонтируют. Она же еще нормальная была. Лучше бы в Виркане дороги сделали. Это же разбазаривание государственных средств. Зачем ремонтировать еще новое? У нас столько улиц плохих, по которым ни пройти, ни проехать. По словам Акима города, последний раз капитальный ремонт на этом участке проводили 10 лет назад. В приоритете отремонтировать все главные улицы. Осет Васабаев призвал общественность не оставаться в стороне, а принять активное участие в преображении Талдукургана. На хуторе и в Виркане дороги очень плохие, но это улицы внутри пригородных сел. А нам надо в первую очередь привести в порядок городские улицы. Это же все-таки областной центр. Он должен соответствовать своему статусу. Поэтому будем все решать совместно с общественностью. Какие будем в первую очередь реконструировать, а какие после. Местные власти в этом году планируют полностью реконструировать 43 улицы, а 67 охватить средним ремонтом. Субсидии на производство яиц увеличат в два раза. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства. Подать заявку на финансовую помощь отечественные птицеводы смогут уже с 1 июля. За одно яйцо предусмотрено 3 тенге субсидий, отмечают в ведомстве. Всего же на поддержку пищевого яйца в этом году выделят 6,5 миллиардов тенге. В 2021, например, направили на 2 миллиарда меньше. И на сегодняшний день обеспеченность внутреннего рынка пищевым яйцом составляет уже 100%. При этом производство куриных яиц в республике увеличилось более чем на 12%, сообщает Минсельхозе. Перейдем к международной повестке дня. В Южной Корее потребительские цены растут, а национальная валюта дешевеет. В Центральном банке этой страны заявили, что годовой рост цен на продукты питания и материалы составит почти 5%. Это самый высокий уровень за последние два десятка лет. Эксперты прогнозируют, что на фоне российско-украинского конфликта инфляция достигнет своего пика и к третьему кварталу этого года. А вот в 2022-м южнокорейская валюта подешевела на треть. За доллар США давали почти 1300 вон. Упали акции крупных местных компаний. По прогнозам, цены на продукты питания могут вырасти и из-за аномальной летней жары, а также наводнения. Эксперты советуют властям сосредоточиться на поддержке уязвимых слоев населения и смягчить высокую инфляцию, в том числе за счет диверсификации поставщиков сырья. Компартии Китая опубликовали правила для руководящих кадров. Цель тотально победить коррупцию, улучшить бизнес-среду и продвигать экономическое развитие страны. Занятие бизнесом близких родственников, партийных руководителей теперь будет строго регламентироваться. Чем выше должность, тем и выше требования. И если выявят нарушение, то члены семьи должны будут покинуть кресло, либо наказанию подвергнется сам чиновник. Кроме этого, ежегодные декларации супругов и детей должны содержать подробную информацию об их предпринимательской деятельности, включая сведения об инвестициях. Правила вышли в свет сразу же после того, как председатель КНР Си Цзиньпин потребовал полной победы в антикоррупционной борьбе. Да так, чтобы у должностных лиц не было, цитирую, смелости, возможностей и желания быть продажными. В Компартии Китая состоят более 95 миллионов человек. Возглавив ее в 2012-м Си Цзиньпин начал масштабную антикоррупционную кампанию. По данным издания Цай Синь, в ее сети попали почти 4 миллиона чиновников. Многие из них либо получали взятки от бизнеса, либо покрывали деловую деятельность родственников. В Карагандинском зоопарке представили новосела. В открытые вольеры на обозрение посетителям перевели двух львят. Мальчикам уже по три месяца, пока они под присмотром львицы, но уже на этой неделе специалисты будут отделять малышей от родительницы. А затем им предстоит, скорее всего, переезд. Их анкеты разместили в международной базе зоопарковых животных для обмена. Их планируют поменять на кошку сервала или черного ягуара. Именно по обмену зоопарку недавно удалось приобрести двоих туркестанских краснокнижных рысей. Самцу и самочки по два года их привезли из Бишкека. Этих хищных кошачьих в Караганде никогда не было. А вот троих, появившихся в этом году в зоопарке медвежат, буквально на днях передали в Ташкентский цирк. Практически 85% проживает краснокнижных животных в нашем зоологическом парке. То есть это очень много видов, которые в природе уже исчезают. Но у нас они хорошо живут, плодятся, дают приплод. И мы надеемся, что данные виды, которые у нас есть, они никогда не исчезнут. При хорошем уходе, который мы им оказываем. И к этому часу все новости. Итоги выйдут в 21.00. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok